Здравствуйте, уважаемые садоводы! Меня зовут Иван Русских и я приветствую вас на канале Процветок. Сегодня мы продолжим наш разговор о биопрепаратах. Не так давно мы взяли 4 биопрепарата, которые можно найти в любом ближайшем садовом центре или специализированном магазине и посеяли эти препараты на вот такие чашечки Петри с питательной средой. С тем, чтобы посмотреть, есть ли там в этих препаратах то, что здесь написано и можно ли действительно считать эти препараты достаточно эффективными, содержат ли они активные компоненты. Вот первый препарат, который мы испытали, это азофит. Заявлено, что он содержит бактерии азотобактер, которые способны фиксировать атмосферный азот и обеспечивать растения азотной подкормкой, ну без какого-либо внесения удобрений. Вот здесь мы посеяли его на чашечку и выросли у нас в колонии. Что могу сказать? Бактерий здесь очень много и как в таком хорошем кефире, вот, посчитать их вообще не представляется возможным, да, то есть их там действительно столько, сколько заявлено на упаковке. Являются ли эти бактерии азотобактером? Ну, конечно, без специальных исследований это сделать сложно идентифицировать, но по своему микробиологическому опыту скажу, что да, являются. И более того, скажу, что каких-то существенных посторонних примесей в этом препарате нет. Здесь именно то, что здесь заявлено. Вполне можно ожидать, что данный препарат будет эффективным. Следующий препарат, который мы испытали, это широко распространенный и очень популярный препарат фитоспорин-М. Мы тоже посеяли его на чашечку Петри со средой. Вообще, если его понюхать, конечно, жуткий запах аммиака идет. И на самом деле это очень хорошо, потому что заявленные бактерии Bacillus subtilis, которые здесь живут, они как раз выделяют большое количество аммиака. Перед тем, как использовать этот препарат, понюхайте, как он пахнет. Если вы почувствуете аммиачный запах, значит вас не обманули. Там точно налито то, что надо. Количество бактерий, которое было высеяно на чашку, оно просто колоссально огромное и вполне соответствует тому, что здесь заявлено. Более того, могу точно сказать, что это и есть Bacillus subtilis. То есть то, что здесь и должно быть. И также мы испытали два препарата, которые предназначены для борьбы с насекомыми. Липидоцит и битоксибацилин. Ну, по результатам оценки содержания бактерий, которые там заявлены, Bacillus subtilis, могу сказать, что их там навалом, просто полно. Поэтому, если все правильно делать по инструкции, они вам действительно очень помогут. Почему важно, вообще о чем речь идет, почему важно поговорить о биопрепаратах? Связано это с тем, что использование биопрепаратов на приусадебных участках чрезвычайно перспективно. Оно в достаточной мере заменяет химические препараты, особенно если говорить о профилактике. Биопрепараты обладают и фунгицидным, и бактерицидным, и фитостимулирующим действием. И вот некоторые из них могут использоваться в качестве такой постоянной подкормки азота. О чем я хочу вам сказать? Дело в том, что любой из этих биопрепаратов, в связи с тем, что он содержит достаточное и очень большое количество живых бактерий, можно в домашних условиях использовать в качестве закваски. И готовить эти препараты непосредственно у себя дома. Как же это сделать? А очень просто. Необходимо взять картофель. Примерно 5-6 больших картофелин на литр воды. Сварить картофель так, как вы варите его для приготовления картофельного пюре. После того, как вы сварили картофель, жидкость, которая у вас осталась, необходимо слить. Остудить. Добавить примерно 10 грамм сахара на пол-литра. Ну или 20 грамм сахара на литр. Тщательно размешать. И буквально колпачочек, небольшое количество, влить сюда препарата. После этого можно залить или в стеклянную банку, или вот в такую самую обыкновенную бутылку, как у меня. Перелить. Но важным условием является то, что вы не должны наливать ее до конца. Дело в том, что большинство бактерий, которые являются основой биологических препаратов, они дышат кислородом. Поэтому им нужен воздух. После того, как вы залили в бутылку вот эту закваску, вы можете ее закрутить, стряхнуть как следует и положить в теплое место. Но не на батарею, потому что на батарее она разогреется слишком сильно. А оптимальная температура 25-26-28 градусов. Не более того. Ну то есть просто в теплое место. И периодически вам ее надо встряхивать. В конце концов вы увидите, что раствор у вас потемнеет. Это означает, что у вас там выросли бактерии, и вы можете использовать вот эту вот жидкость в качестве полноценного препарата. Конечно, кто-то скажет, что так много возни, пошел в магазин и купил. Можно и так поступить. А тем, кому интересно сделать этот биопрепарат непосредственно у себя дома, могут использовать эти биопрепараты в качестве закваски. Ведь мы доказали, что бактерий в них достаточно много. Я благодарю вас за внимание. Надеюсь, что наш рассказ о биопрепаратах оказался вам полезен, и вы сможете использовать его у себя на участке. Для того, чтобы не пропустить наши видео, подписывайтесь на наш канал. Тем самым вы и поможете его развитию. Здесь вот внизу есть красная кнопочка, а еще здесь есть и колокольчик, на который, если вы нажмете, вы будете гарантированно получать от нас новости о том, что у нас разместилось новое видео, и вы ничего не пропустите. Благодарю вас за то, что вы были на нашем канале про цветок, и надеюсь на наши дальнейшие встречи. Всего хорошего! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова